ДОБРЫЙ ДЕНЬ ДОБРЫЙ ДЕНЬ ДОБРЫЙ ДЕНЬ Вот знак вот этот вот, который... А, ну, она... Ну, дворовая. Да, и что? Ну? Ну, так я дешевую. И что? Подождите, девушка, подождите. Девушка, назовите человека. Там будет ДТП. Это сразу лишение. Знак действует. И на дворовой территории тоже одностороннее движение. Но надо культурно выезжать. Проще сдать назад. С наступающим от праздника. Удача на дороге. Все, короче. Почему люди спорят постоянно? Ну, она уверена, что если она здесь живет, она имеет право ехать в встречном направлении. Не знаю, откуда взялся вот этот вот стереотип. Сергей, где мы находимся? Это Подольск. Улица Володарского. Одностороннее движение. Вот, значит. Здесь частенько гоняют встречники? Да. Здесь достаточно плотный поток ежедневно. Несколько десятков, как минимум. Потому что в прошлый раз мы за полчаса дюжину встретили. Ну, как ты думаешь, что они специально сюда едут? Или как-то по незнанию? Ну, пообщавшись с нарушителями, специально едут те, кто тут живут. То есть они уверены, что им поставили знак односторонне, но именно они, кто здесь живет, могут ездить здесь именно по встречке. Раньше стоял бетонный блок, и физически здесь нельзя было проехать. Потом, когда открыли, получилось так, что утром, когда все едут на работу, в Москву, вот. Вон там парень езжает. Зачем-то он езжает? Сюда можно как-то попасть оттуда, не нарушив? Нельзя, только под кирпич. Здесь сделали одностороннее движение внести с дорогой, или что? Сделали одностороннее движение в связи с тем, что, ну, во-первых, все равно же, жителям нужно выезжать как-то, это раз. Во-вторых, если бы здесь, ну, когда двустороннее было, получается так, что утром все плотный поток здесь срезают, там, получается, раз-два светофора срезают. А вечером, когда возвращаются на Кирову, сюда сворачивают, то есть срезают. Ну, кстати, в эту сторону смысла особого нет срезать. Вот еще встречи, пожалуйста. Мы подойдем? У нас здесь жилая зона, мы можем ходить здесь, не боясь. Ну, вот он задумал. Увидел камеры, друзья. Это значит местность. Либо уже попадал на видео. Видел камеры. Сейчас витрозворачиваю. Типа припарковался. Ну, типа да. Вот, вот, только что заехал при нас. Вот знак. Да, странно. Да, и сейчас поедет. Может, он против системы просто борется? Не знаю, давайте сейчас ему поможем. Давай. Пойдем вместе подойдем? Пойдем. Пойдем. Вы знаете, что вы на встречной полосе? Здесь одностороннее движение. Знак одностороннее движение. И вас могут лишить прав. Вон он висит. К сожалению, нельзя здесь ездить. Это недавно повесили, наверное. Нет, давно уже висит. Просто там кирпич. Сколько раз вот ездил. Вот, представляете, вам туда. Назадо. Иначе вас просто лишат прав. Зачем нам это нужно? Хе, висит. Ну. Хорошо повесили. Ну, вот. Давайте назад. А мы ему, я ему так тоже объясню. Вот тоже вот, пока мы разговаривали, при нас заехали. Он при нас заехал. Вот знак. Покажи, что там. И жилая зона. Вот туда. Совершенно верно. Он, наверное, не понимает. Пойдем. Я здесь постою, чтобы этот не уехал. А я просто житель. Я просто не хочу, чтобы лишали простых людей. Прав. Ну, мне кажется, он не очень хорошо установлен, этот знак. Нет, ну вообще. Не видно его, да. И поэтому... Вот, поэтому мы просто помогаем до сих пор. Вот. Чтобы пополнить бюджет, сюда надо повесить камеру. На один из этих столбов и просто будут штрафы лететь один за другим. Но по-хорошему, по-хорошему, тут надо как-то усилить информирование людей о том, что здесь одностороннее движение, к сожалению. Ты вообще из какой организации? Я? Ходишь тут всех тормозишь. Да не знаю. Из организации четырехглазых. У меня сын недавно ступил в классной организации. Отлично. Отлично. Да. Ну, как ты видишь путь решения вот этой проблемы? То есть цель же не то, что есть наказывать себя как-то... Ну, конечно, конечно. Ну, как решить эту проблему, по-твоему? Ну, опять же, я уже рассказывал каналу о движении и еще могу продублировать. Да, кто их смотрит? Да, действительно. Привет, Андрей. Понимаете, друзья, ситуация такая, что когда водитель, настоящий водитель, который знает и соблюдает ПДД, проблем у него никогда не возникнет в этом месте. Ну, никаких проблем не будет. Он не будет заезжать под кирпич туда, а, соответственно, если здесь заедет, он помнит, что здесь одностороннее, проедет спокойно там. Ну, я просто как бы вот сам заезжал здесь, да, и я не обратил внимания на знак. Вот, честно, вообще, не обратил внимания на знак, потому что, во-первых... Он стоит за знаком жилая зона? Да, стоит за знаком жилая зона, и, мне кажется, он как-то вот... А почему нельзя поставить его с этой же стороны? Ну, то есть просто продублировать. Продублировать, да. Как вариант, да. В принципе, как вариант поставить, продублировать знак, например. Да, чтобы было понимание, что ты въезжаешь на одностороннее движение. Да, далее, далее, что еще было? Когда здесь сделали одностороннее, здесь все знаки были хорошо видны, все нормально, и там, где у нас знак кирпич, соответственно, справа, стоял знак конец одностороннего. Но я не буду наговаривать, но рискну предположить, что все-таки местные жители, вот. Но ни в чем вас не обвиняю. Просто куда-то дели этот знак, да. А вот здесь тоже, да? По идее, вот здесь же заезд есть, отсюда можно выехать. Да. Можно предположить там различные ситуации, когда человек не знает, что здесь одностороннее движение. И вот он отсюда поворачивает, отсюда, да, и получается, ну, нет никаких препятствий. Ну, да, да, совершенно верно. Я уже объяснял, что когда, допустим, приехал один водитель, а другой, как говорится, пришел, забрал машину и заходил как-то там через дворы, он не увидит, не понимает, да, выезжая сюда, он может не понимать. Но по факту, я вам скажу, это один из тысячи случаев, если даже, да. А если даже этого одного из тысячи накажут, это будет на кого-нибудь? Да, так вот, с юридической точки зрения, есть нарушение, но нет состава административного правонарушения. То есть, что это значит? То есть, человек нарушал не специально, то есть, не было каких-то знаков. Но, опять же, практика показывает, судебная практика, что если вас встречает, останавливает инспектор, он не будет слушать то, что вы где-то что-то, он направит дело в суд, и в суде вы уже будете... Они видят камеру, задумываются и уезжают, это хорошо. В суде уже будете доказывать. Ну, в принципе, даже можете доказать, если у вас есть регистратор, например, запись с камер наблюдений. Это сложно, да, это на самом деле сложно доказать, потому что правильно, как сказал Андрей Орел, да, что если нет у вас регистратора и так далее, там, ну, ноль у вас процентов что-либо доказать. Да и из моего случая уже мы понимаем, даже когда вы сто процентов правы, все видят, что там инспектора превышают полномочия и так далее, да, все равно суд встает на их сторону. Ну, конечно, полиция и суд не ошибаются. Да, да. Да, да, да. Значит, не видел. Ну, пойдемте помогаем. Здравствуйте. Мы заезжали под знакомым сторонам. Здесь мы на стороне. Вы видели знак, когда заезжали? Нет, знак обосторонний на кресле, не важно проживать, если там куда же нет. Потому что там-то кирпич у кого стоит дома. Ну, вот такого, а вы сюда. Я поняла, все, спасибо. Просто обрешения не было. Да, все, хорошего дня. Ехал, разговаривал по телефону, поэтому он не заметил, конечно, что здесь встречное движение. Вот, и сейчас мы попробуем объяснить ситуацию, да? Здравствуйте, вы, наверное, не заметили. Там знак одностороннего движения висит. И ехать нельзя. Сейчас, если вот кто-то поедет, вас оштрафуют и лишат прав. Поэтому назад и вот туда до конца, к сожалению. По-другому никак. Сидите, пожалуйста, по телефону отвлекся сюда. Я понимаю, да. Все, телефон тоже нельзя говорить. Хэнс фри. Купи себе хэнс фри. Все, все. Давай, ты сюда никуда не уйдет? Ну как, в интернет? Ну, мы тебя замажем, номера не переживай. Ну, вот мы сейчас немножко подежурили на улице Володарского. Ну, поймали, предупредили, помогли нескольким, да, людям, которые в замешательстве. Скажем так, нарушили правила дорожного движения. Мы не за то, чтобы их там наказали, привлекли к ответственности. Не это цель. Цель, чтобы наша администрация или кто, по-твоему, должен здесь вот отрегулировать конце концов движения. Повесить знак дополнительный или как-то привлечь внимание водителя к этому знаку. Что нужно сделать? Кому мы сейчас обращаемся? Давай так. Ну, во-первых, в нашу ГИБДД. Потому что они, если видят, что не хватает знаков, если видят, что здесь, ну, просто улица с массовыми нарушениями ПДД, причем грубейшими, которые на лишение. Вот. Здесь ГИБДД должны реагировать, ну, соответственно, как-то либо дежурить здесь, выставлять экипаж, либо действительно начать писать туда, кто занимается знаками, чтобы они провели здесь... Рапорт составить, да? Да, составить рапорт, да, чтобы сюда приехали, посмотрели. Потому что отсутствует знак конец одностороннего движения. Он был в начале. Потом его кто-то убрал, зачем-то, еще что-то. Вот. И, возможно, те, кто будут выезжать со дворов, видя знак конец одностороннего, когда они повернут в голову, они будут точно понимать, что здесь одностороннее. Наверное, вот этот знак тоже надо продублировать, потому что, как мы видим, если вы едете за рулем такси и говорите по телефону, то вы знак не замечаете. Возможно, если поставить еще дублирующий слева знак, возможно, получится заметить. Ну, и здесь тоже поставить... Да, возможно, да, при выезде со дворов надо поставить. Ну, этим надо заниматься, собственно, вот эта вот проблема, которую мы показываем в видео, мы просто ее поднимаем на то, чтобы о ней знали. И чем больше о ней знают, тем больше о ней говорят, тем больше шансов, что действительно те люди, которые принимают здесь решения, они начнут что-то делать. Ну, и ко всем водителям просто просьба, проявляйте солидарность, пожалуйста, соблюдайте ПДД, гарантируйте другим безопасность и благополучие. Ну, а если видите нарушителя, помогайте ему не нарушать, объясняйте ему. Вот. Ну, и тем, кто не знал, что здесь одностороннее движение, теперь вы знаете, будьте аккуратны и внимательны. Всем спасибо, всем пока. Удачи за ручки. Субтитры сделал DimaTorzok